Привет, смотрящий ты на Криптостолице! Меня зовут Екатерина, и я расскажу тебе о самых классных событиях, которые случились на этой неделе. Поехали! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Основатель телеграмм Павел Дуров подвел итоги первых дней блокировки телеграма на территории Российской Федерации и объявил о создании цифрового сопротивления децентрализованного движения в защиту свобод и прогресса. Цитата. Как показали последние сутки в своей войне с прогрессом, надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь потерями посторонних проектов. Помимо этого, власти России борются и с независимыми сервисами прокси VPN, многие из которых перестают работать. Если это произошло, отключите прокси в настройках телеграм и попробуйте найти другой. Конец цитаты. Написал Дуров. По его словам, несмотря на то, что российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы телеграмм для компании, цитата, он важен по личным соображениям. Конец цитаты. Также Павел Дуров сообщил, что начал производить выплаты биткоин-грантов администраторам прокси и VPN. Напомним, согласно решению Таганского районного суда Москвы, мессенджер Телеграм с 16 апреля должен быть заблокирован на территории России. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил изданию «Известия», что, возможно, после проверки социальную сеть Facebook тоже заблокируют. Это произойдет в том случае, если компания не выполнит требования ведомства. До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены. Локализация базы данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации, они уже значительно опаздывают по срокам и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке, конец цитаты, сказал Жаров. Давать прогноз исхода сложившейся ситуации он не стал, цитата, «Будем надеяться, что мой ответ на ваш вопрос станет еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства», конец цитаты, добавил глава Роскомнадзора. Главный подозреваемый в краже 600 ферм для майнинга биткоина и других криптовалют в Исландии совершил побег из местной тюрьмы и, по всей видимости, уже находится в Швеции. Об этом сообщает Associated Press. Как предполагает полиция Исландии, Синдритор Стефансон сбежал из плохо храняемой тюрьмы через окно и сел на самолет в Швецию в международном аэропорту Кевлавика. Поскольку рейс в пределах Шенгенской зоны, ему не нужно было предъявлять паспорт, однако полиция имеет основание считать, что билет был куплен по чужим документам. Цитата, «У него был сообщник, мы в этом абсолютно уверены», конец цитаты, сказал местному изданию Визер начальник полиции Гонар Шрам. Полиция Исландии уже выдала международный ордер на арест злоумышленника, однако полиция Швеции заявила, что беглец пока не обнаружен, но соответствующая информация от исландских коллег получена. Отныне пользователи порта Хаба смогут рассчитываться за покупки, в том числе и за премиум-услуги, с помощью цифровой валюты Verge. Представители ресурса отметили, что в ближайшем будущем криптовалюты и блокчейн-решения будут использоваться повсеместно, так как их основным преимуществом является конфиденциальность и удобность. Правда, на фоне этой сексуальной новости стоимость Verge почему-то упала. Напомним, ранее в этом месяце команда Verge объявила об успешно проведенном хардфорке и партнерстве с TokenPay, в рамках которого планируется выпуск криптовалютных дебютовых карт для T-Pay и XVG. Ставь лайк, подписывайся на канал и включай уведомления о новых видео. Меня зовут Екатерина, и мы увидимся с тобой через неделю.